Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Пятница, 17 августа и начинаем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. Ну и хотелось бы отметить то, что последние несколько торговых сессий, а именно начиная с четверга, мы видим остановку в падении евро и вполне вероятно, что уровень 1.13 является важным уровнем поддержки, который евро с первого раза преодолеть не сможет и в ближайшее время мы увидим начало восходящего движения по данному активу. Но насколько оно будет продолжительным, мы будем смотреть уже на наших следующих обзорах. Важно отметить то, что вчера евро смог закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы по цене 1.13.15. Следующая область сопротивления находится на уровне 1.14.33. В том случае, если евро-доллар преодолевает данную область сопротивления, то открываются предпосылки роста на 1.16. Уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 15 августа. В области 1.13 дадут предпосылки на продолжение нисходящего движения уже в область 1.11 и 1.10 соответственно. По паре британский фунт-американский доллар. Вчера мы видели торговлю вблизи максимальных значений, которые были зафиксированы 15 августа. Закрепиться выше данного уровня пока мы не смогли. Но сегодня также мы торгуемся вблизи данных максимумов. В том случае, если пара британский фунт-американский доллар сможет закрепиться выше отметки 1.27.54, то будем ожидать начала восходящего движения в рамках часового таймфрейма. То есть данное движение будет пока являться коррекцией. Более важный среднесрочный уровень находится в области максимальной значений 14 августа. Это отметка 1.28.27. В свою очередь, также обновление минимальных значений, которые были зафиксированы 15 августа, дадут предпосылки на продолжение нисходящего движения в области 1.25.72. По паре американский доллар и канадский доллар пока мы не можем преодолеть область максимальной значений, которая была зафиксирована 13 августа. Это уровень цен 1.31.70. Вчера к этому уровню подошли. Но сегодня также с утра мы видим уже торговлю ниже открытия по данному инструменту. Ближайшие цели роста, так как сейчас тенденция восходящая сохраняет свой приоритет, это уход, безусловно, выше отметки 1.3174, движение по направлению 1.32.39. Уход ниже минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 1.31.12, дадут предпосылки на начало коррекционного нисходящего движения с целями снижения на 1.30.49 и 1.29.60 соответственно. По паре американский доллар, японская иена на текущем тенденции нисходящая сохраняется. После обновления минимальной значения 14 августа мы видели коррекцию. Коррекция была порядка 60 пунктов, но уйти выше максимумов 15 августа мы не смогли, поэтому на текущем тенденции нисходящая в рамках часового таймфрейма сохраняет свой приоритет. Цель по снижению, это уход ниже минимумов 15 августа и далее движение по направлению на 1.10.09 и 1.10.974 соответственно. По паре австралийский доллар, американский доллар. Вчера мы увидели закрепление выше максимальной значения, которым мы видели 15 августа, что в рамках часового таймфрейма дает предпосылки на начало восходящего коррекционного движения по данному активу с целями роста в область 0.73.26 и 0.73.89 соответственно. Возврат к продажам будет рассматриваться в том случае, если пара сможет обновить минимальное значение, которое было зафиксировано вчера, прошу прощения, 15 августа по цене 72.01. По паре евро-фунт, вчера мы увидели закрепление выше максимальной значения 15 августа, что в рамках часового таймфрейма нас также приводит в фазу восходящего движения, ну и к тому же мы ушли выше уровня 89.44, максимум 13 августа. Цель продолжения роста этого движения в область 90.30. Возврат к продажам будет рассматривать в том случае, если евро-фунт сможет закрепиться ниже уровня 89.00, минимальное значение 15 и 14 августа. По золоту тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению это область 1142 доллара за тройскую унису. Ближайший разворотный уровень находится в области максимальной значения вчерашнего дня, который находится по цене 1181 доллара за тройскую унису. В том случае, если золото сможет закрепиться выше данного уровня, то будем ожидать также начала восходящего движения по данному активу. Нефть марки Brent продолжает свой движение нисходящее. Позавчера, 15 августа, мы ушли ниже минимумов, которые были 13 и 14 августа сформированы. Цели по снижению это область 67.42, ну а в свою очередь коррекционное восходящее движение по данному активу мы увидим в том случае, если нефть марки Brent сможет закрепиться выше области 71.21, где сейчас и ведется торговля. По индексу DAX сохраняются тенденции нисходящие. Цели по снижению это 12 010. Ближайший разворотный уровень это максимум вчерашней торговой сессии, которая была зафиксирована по цене 12 267. И следующий, более важный, среднесрочный это 12 459. По биткоину пока мы не увидели ухода выше области 6500 долларов за один биткоин, но и пока не увидели обновление минимальных значений. То есть пока у нас торговля в боковике с начала августа сохраняется, ну и уже говорить о движении в область 7 и 8 тысяч долларов за один биткоин мы сможем после того, как цена уйдет выше отменки 6500 долларов за один биткоин, тот уровень, который мы отмечали ранее. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк, ваши вопросы писать в комментариях и подписываться на наш YouTube канал. Всем желаю хорошего завершения торговой недели и увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok